Приглашаю вас в Москву, на Кузнецкий мост, в общесоюзный дом моделей. К Вячеславу Зайцеву, заместителю главного художественного руководителя этого дома. В творчестве Зайцева он действительно вдохновенный художник. Преломился в частности опыт, почерпнутый в Будапеште, Варшаве и других братских столицах. Весна 1976 года. Гармония содержания и формы, пожалуй, это основная тема, которая волнует сегодня художников. Гармония содержания и формы. Сегодня мода не диктует, она подсказывает пути совершенствования индивидуальности каждого человека. Отсюда такое ее многообразие и многоликость. Женщина возраст элегантности. Женщина сорокалетняя сегодня становится кумиром времени. И она принесла с собой совершенно новые отношения и новые пропорции, новые цветосочетания, новую гармонию. Прежде всего комфортабельность, прежде всего удобство, эстетика, красота. Мягкие и спокойные линии, маленький полуполегающий силуэт, либо расширяющийся книзу слегка, либо не спадающий каскадом складок. Субтитры создавал DimaTorzok Встроенный вытянутый силуэт. Длина значительно стала спокойнее. 2, 4, 6, 8 сантиметров ниже коленей в зависимости от характера индивидуальности женщины. Плечо прямое, рука встроенной по всей длине. Очень такая примечательная деталь весны – шарфы, платки, косынки. То есть тема, которая пошла от русских старинных головных уборов, шалей и платков. Платки сегодня надеваются не только на голову, но и набрасываются на плечи, завязываются на талии. То есть женщина сегодня получила огромную возможность варьировать деталями и сделать наиболее индивидуальной свою одежду. Вы можете не менять в корне свой силуэт, не менять целиком и полностью пальто, платье, костюм, только деталями. Только деталями, предположим, форма воротника, наиболее характерная в этом сезоне. Маленький подкрайной отложной воротник, очень тактичный. Либо это строгий английский воротник с опущенным лацканом, либо это воротник с приподнятым лацканом, либо это мужского типа воротник на стойке. Ну, что касается более конкретно форм одежды. Либо это маленькие полуполегающие жакеты с юбками прямыми, запашными юбками портфель, вытянутый такой тюбикообразный силуэт. Либо маленькие полуполегающие жакеты мужского стиля с расширенными юбками в складку, плессированными, гофрированными, либо просто заутюженные, односторонние, встречные, бонтовые. Любые складки. У молодежи, вероятно, сохраняется, остается популярным юбки-клёш из 4-6-8 клини, взгоды и так далее. Более танцующие, более подвижные, более живые. Мне на этом эскизе хотелось подчеркнуть вот два наиболее характерных, островыраженных модных силуэта. Это вытянутый прямой трубообразный и полуполегающий трапециевидный. Маленькое облегание в области груди, каскадные такие мягкие складки расширения к низу. И вторая тема. Тема юбок с заутюжных крупными складками, как односторонними, так и двухсторонними. Вернее, односторонними, встречными, бонтовыми и так далее. Вот в данном случае один из вариантов решения такого элегантного костюма. До середины бедра жакет и крупные складки. И второй вариант. Складки заплессированные со слегка удлиненным, закрывающим середину бедра жакетом. Детали маленькие банты, либо широкие банты. Шляпы с небольшими полями, шляпы типа беретов или вот такие, плотно сидящие на голове. И два слова о цвете. Два слова о цвете. Вероятно, весной мы будем радоваться всем оттенкам голубого неба, такого светлого серебра, мягким полутонам светло-бежевых чайной розы, белые, синие, красные. Это тема молодежи. И, конечно, элегантная женщина для себя берет этот цвет, но вносит его очень тактично. Тактично черный цвет, цвет, самый популярный цвет для вечера. Черный с белым. Это два таких ведущих, таких лидеры цвета для вечерней одежды. Ткани мягкие, креповые структуры, габардины, шерстяные фланели, шотландки всевозможные. То есть ткани любые, но те, которые дают возможность женщине как бы сохранить мягкость и упругость одежды.